Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Эдем Натаспейс и Книга Монстров. Да-да, та самая книга, которая совратила разум Джестро и переплатила его в просто ужасного злодея. Да, это та самая книга из той самой серии LEGO Nexonites. И я, по-моему, первый обзорщик, по крайней мере, из стран СНГ, кто делает обзор на Книгу Монстров. Я так думаю. Если нет, пишите в комментариях, но мне кажется, что эта книга попала мне в руки первому. Да, по идее, интро должно было выйти просто эпичнейшим. Ну да ладно, Книга Монстров. Как само название гласит, эта книга содержит в себе МОНСТРОВ. Ну, на самом деле, не так всё буквально, народ, не так всё буквально. Здесь есть специальная, эксклюзивная одна Наксосила, которую я вам прямо сейчас даю, дабы вы смогли её сосканировать и добавить в свою игру. Здесь у нас пишется, значит, это Джестро. Уже более ста лет Королевство Кингтон было мирным местом. Это так было до того, как Книга Монстров убежала из тюрьмы. Это ужасающая, ну или злобная книга. Одна из самых плохих ребят. Но не говорите ему, что я это сказал. Он... Кстати, не знаю, что такое стафт. Видимо, на его спине имеется... А, значит, у него на каждой странице как бы имеется какой-то клык. То есть, это должно переводиться как-то интереснее и красивее как бы в языке. Я сейчас дословно перевожу, потому что я так на ходу... Так вот, в page after page, со страницы на страницу, с самыми ужасающими монстрами, которые вы только можете представить. Но никогда... But don't take my word for it. Но не берите моё слово. Ну как бы... Блин, это тот же фразеологизм, который нужно просто понимать и не переводить. Он дословно не переводится. Просто взгляните внутрь, дабы познать... Этих злодеев, которые... Threaten... Терроризируют Найтан. И об этих жалких Нексо-рыцарях, которые пытаются остановить нас. Да, вот. Значит, вот эта вот брошюрка, она снимается. Здесь у нас, опять же, просто не Book of Monsters, а просто Book of Monsters. Здесь идёт карта. Здесь идёт карта самой... Самого королевства Нексо-рыцарей. Это просто фантастический народ. Здесь всё описано. Всё показано. Это, наверное, самая лучшая книга Лего, которую я когда-либо видел. Да это вообще самая крутая книга, которую я когда-либо видел в жизни. Я о ней мечтал, я давно хотел заказать. Но не заказывал, потому что я знал, что такой момент выпадет. И вот он настал. Откроем книгу монстров. И мы здесь видим, что принтит она. Где? Где? Я не знаю. Знаю. Я не вижу. Где-то она, в общем, принтит. Ладно, не важно, где она принтит. В любом случае, это круто. Greetings. Приветствуем. Это книга монстров. И здесь вы можете видеть The Book of Monsters. Evily yours. Как бы злобно ваш. Я не знаю. Интересно. Далее идёт оглавление. Давайте я вот так сделаю. Это бы у меня рука не уставала, и вы это всё лучше видели. Оглавление идёт. И разные везде монстрики. Ну, это же книга монстров. Мы с вами быстренько пробежимся по началу и по всякой разной другой дребедени, дабы не занимать ваше время столь много. The Story of Story Behind the Story. История, история, до истории. Блэйдж или Блах, я не знаю. И на суд Мерлок. Мерлок злой, потому что ему надоели все эти монстры, которые кипишат прямо у него под ногами. Это всё, народ, надо читать. Это всё вам просто показать картинки. Не знаю, как вам будет интересно. Я вам покажу некоторые интересные. Это всё надо читать, потому что эта книга, она рассказывает про монстров, про историю, про всех, кто имеется в этой вселенной, созданной компанией Лего. И я должен вам сказать, не напрасно, потому что, чёрт возьми, ну это интересно. Вот таких, кстати, мы ещё не видели. Made Squiddy Beard. Это значит у нас мэтт какой-то, борода, squid, это, как его, осьминог, да? Или, да, вроде бы, squid man. Как же я его... да, вроде бы осьминог, я точно не помню. Octopus это осьминог, а squid man... Squid это что-то похожее на осьминога, только называется по-русски по-другому, я честно не знаю. Флама и Молтор, два неразлучных брата, видимо. Далее, Дэйм Флора. Кстати, тут очень можно понять, какие фигурки будут выпускаться, потому что они в истории уже есть. И, кстати, тут вот прикольные такие пририсовки идут, интересные, будто бы эта книга всё вот специально испортила, видите? Сама нарисовала. Информацию про этих рыцарей дала, но при этом всё так сделала, потому что, видимо, ненавидит этих всех, они мешают им. Барон Бэдвуд. Вот это прикольная фигурка, я бы такого взял. Но он, думаю, выйдет всё же. Дэрвуд и Кнот. Вот такие вот, ребята. Очень классная книга. The Singalong Siren of Squiryard. Да. Это у нас сирена, она русалка такая. Уэперелла. Разные тоже вот привидения всякие. И тут глоблинс, блоблинс. У-хи! Тут глоблин, блоблин. And the Curiors. Curiors. Разные чертахи тут огромные. Големы и джестер такой боится весь. Тут у нас крестики-нолики кто-то нарисовал. Вот это тут скелетон, демон, просто. Mashlord and Murderer. Видимо, Mashlord это вот этот, у него меч из мошрумов. Он прикольный, тут джестер нарисован. Очень интересно. Очень, очень, очень классно. Все это сделано. Все это будем смотреть и изучать. Ну, идем в конец. Я вам покажу конец. В конце у нас The Royal Family Tree. Здесь показано, как бы, это генеалогическое древо, или как оно там называется. Здесь у нас показано все короли, королевы, те, кто правил, те, кто будут править, пока не показано. И тут опять Nexo Power, Dark Drop, Defensive Power. Это у нас защитная, значит, сила. И тут у нас Play the Free Game, играйте в бесплатную игру и будьте счастливы, потому что LEGO с вами. Тут у нас Канада, я все же не вижу Published by Shalastic, это я понимаю, но, ребята, я хочу понять, где. Please keep under license from LEGO. Ну, понятно, что лицензированное, что вы хотите. Я, вот, Канада, да, я в Канаде взял, да, я и сейчас в Канаде, но, блин, а где же оно напечатано? Вот, кстати, оно стоило 17 канадских долларов, народ, 17 канадских долларов. Ну, ну, не прекрасно же, обычных долларов это 13 долларов. Народ, 13 долларов за эту книгу? Вы серьезно? Вы серьезно? Я бы ее себе заказывал минимум за 30, понимаете, сколько бы я переплатил. 13 долларов. Книжечка замечательная, просто красивая, интересная и толстая. Так что, народ, если найдете такую, не важно где, не важно как, берите. Особенно, если цена такая хорошая, как я ее взял, брал ее в той за раз, поэтому той за раз рулит. Правильно. Что-то, на этом все, с вами был Yadam NaToSpace. Я просто дико рад, что взял эту штуку, рад, что взял эту штуку, эту штуку, эту штуку и вот эту штуку. Много чего я взял, в общем, всего я рад, поэтому на этом все, с вами был Yadam NaToSpace. Всем желаю и удачи, и пока!